Приветствую на канале Райвика! Адыгейский сыр мы приготовили и у нас осталась сыворотка. Именно сегодня, прямо сейчас, я приготовлю очень вкусные дырпаницы. Вы такое, наверное, еще не ели, поэтому смотрим внимательно, садимся удобненько, с легкостью ставим лайк и наслаждаемся процессом. Погнали готовить! Берем 300 мл теплой сыворотки, проверяем теплоту пальцем, если пальцу нормуль, значит сыворотка тоже нормуль. Добавлю десертную ложечку сахара и 7 грамм сухих дрожжей. Перемешаю. Кину сюда одно куриное яйцо, просею 550 грамм муки. Ого, что дырпанец будет, дай боже! Ну тогда у нас же гости, надо всех накормить. Ты что, забыла? У нас гости, на море у нас есть спасатель, он охраняет наши вещи, а мы его угостим дырпанецами. Вы еще не у нас? Тогда мы ждем вас, наш домик к вашим услугам. Вам понравится у нас? Так и быть, Павел, дырпанец, мам, испекем. Да, и не только. У нас на улице мангальчик, вечером можем замангалиться. Ой, точно, замангалил. Так как у меня ложка десертная уже была запачкана, поэтому я налью 5 десертных таких ложечек. Вы можете 3 обычных столовых налить растительного масла. И добавлю чайную ложку соли. А теперь кому как повезет. Если у вас есть мужчина-робот, пользуйтесь им. Пускай он замешивает тесто. Ежели нема никого в доме, то есть у себя вы и руками замешивайте тесто. Тесто накрываем, ну, кто полотенцем, кто крышечкой, и отправляем в теплое место минут на 40. Пускай оно раскроется, подойдет, и потом дальше будем с ним с радостью и легкостью работать. Начинали было 3 кусочка сыра, сейчас пусто, уже видно. А под конец съемки вообще ничего не будет, да? Кому эти дырпаницы нужны? Мы сыр съедим. Но это тоже надо. Сыр на дырпанице сверху будет. Ой, посмотрите, как тесто красиво подошло. Отличненько. Я беру тарелочку, наливаю сюда чуть-чуть растительного маслечка и свои руки в масло бульбукаю. Ах, не жалея. И теперь, а-а-а, масло не жалея. Как пахнет дрожжа, прям как в детстве. Сейчас мы его вытащим. А что дырпаницы называется? Сейчас посмотришь, почему. Сейчас я чуть-чуть тесто повымешиваю. Его нужно обязательно потом наполнить любовью, энергией, поэтому уже дальше мы месим руками. Блюдо называется дырпаницы, потому что мы берем кусочек теста и его тянем. Вот так берем и хорошо растягиваем. Руки должны быть хорошо смочены растительным маслом, тогда вы хорошо сможете тянуть тесто. И делаем такую лепешечку. Дырпать стянуть? Да, дырпать – это тянуть на болгарском. Напишите на вашем языке, как будет тянуть. Ну, кроме русского, понятно, что на русском тянуть будет тянуть. Но у нас тут с Казахстана, с Узбекистана, откуда только нас не смотрят, с Белоруссии, с Молдовы. Я думаю, что нечто подобное вы тоже делаете. Да, сейчас я 2-3 надырпаю и пойдем к сковороде. Вот такую кругленькую. Главное, чтобы она была типа кругленькая лепешечка. В сковородку наливаем большое количество растительного масла и разогреваем масло. Хорошо. В горячее масло кидаем дырпанницу. Бульбукает так интересно. Она сама по себе дырпается. Ну да, видите, что бульбукает. Беляж без мяса. Видите, как надувается вообще так интересненько. Теперь переворачиваем. Ложим эту. Жарится очень быстро, не отходим от кассы, стоим и переворачиваем. Она штанцует в сковородке. Нажарила я целых 14 дырпанниц. И я покажу, как мы их кушаем. Вы можете есть уже их по-вашему, по своей фантазии. В детстве нам бабушка всегда жарила целую гору вот таких дырпанниц. И мы брали просто сахаром, вот так их посыпали. Не сахарная пудра, а именно сахаром. Чаек уже запарила. Пускай он настаивается 10 минут, как красиво чаинки тут прыгают. А следующий способ, можно взять медик и прямо на дырпанницу вот так полить медом. Уже решайте сами. Можно сюда же накидать брынзу, есть их как солеными. А я буду сладенькими сейчас, потому что я много себе меда налила. Сейчас поделюсь с ближним своим. Ах, мед горячий. Я его разогрела в микроволновке. И делаем вкус детства. Снова ставьте ребенком. Приготовьте дырпанец. Кто тут болгар? Помните это блюдо? Наверняка бабушки вам точно готовили. У нас бабушка делала вот такой большой тазик. Наверное, как 4-5 моих порций вот этих. И вся улица собирались, кушали детвора. И снова бежали босиком по улице. Это улет. Желаю вам детской непосредственности, домашнего уюта. Готовьте дырпанец, окунайтесь в прекрасное, уютное настроение. И если вам понравился этот рецепт, мне будет приятно видеть ваши лайки, ваши комментарии. А если вы у нас впервые, то, конечно же, присоединяйтесь к нам. Красная кнопка подписаться для вас находится здесь. И да пребудет с вами райвика, легкое, здоровье, хорошее настроение. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok